Всем привет! Сегодня будем выпекать очень вкусные пасхальные куличи. Этим рецептом пользовалась еще моя бабушка, хотя небольшие изменения я все же внесла. Куличи получаются ароматными, пышными, воздушными и как бы влажными внутри. Не крошатся и долго не черствеют. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала делаем опару. Разминаем прессованные дрожжи в небольшую миску. Вливаем 100 миллилитров теплого молока. Температура примерно 30-35 градусов. Размешиваем до растворения. Добавляем 1 чайную ложечку сахара, чтобы подживить дрожжи. Подсыпаем 80 грамм муки и размешиваем до однородного состояния. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Закрываем миску и даем опаре подойти в теплом месте 15-20 минут. В это время помещаем в миску одно целое яйцо и один желток. Добавляем сахар и хорошо взбиваем, пока масса не станет светлой и жидкой. Затем вливаем теплое растопленное сливочное масло, оставшееся теплое молоко, размешиваем до однородности и начинаем порциями подсыпать просеянную муку. В общем количестве 350-370 грамм. Тесто должно получиться густым как на оладье. Пока мы замешивали основное тесто, наша опара хорошо подошла. Если у вас на кухне не очень тепло, можно нагреть духовку до 25-30 градусов и потом ставить туда опару и тесто. В холодное время года я всегда так делаю. Теперь перекладываем опару в основное тесто. И хорошо вымешиваем венчиком, пока масса не станет гладкой и однородной. Накрываем крышкой и даем тесту подойти в теплом месте. Тем временем заливаем крутым кипятком изюм. Выдерживаем 10-15 минут, затем воду сливаем. Изюм промахиваем бумажными полотенцами. Добавляем 2 столовых ложки муки и хорошо перемешиваем, чтобы каждая изюминка покрылась мукой. Это нужно для того, чтобы изюм при выпечке не оседал на дно. Дальше готовим ароматную смесь. Соединяем соль, ванильный сахар, мускатный орех, куркуму, вливаем коньяк и перемешиваем. Прошло 40 минут. Тесто увеличилось в объеме почти в 3 раза. Присыпаем теперь его немного мукой и хорошо обминаем. Добавляем подготовленный изюм, ароматную смесь и перемешиваем, пока тесто не станет все одного цвета. Просеиваем оставшуюся муку и тщательно вымешиваем руками, пока тесто не начнет отставать от стенок и от рук. Снова накрываем крышкой и ставим в теплое место минут на 40-50. По истечении времени смазываем руки размягченным сливочным маслом и хорошо обминаем подошедшее тесто. Перекладываем его на смазанную маслом рабочую поверхность и хорошо вымешиваем руками минут 5. Затем делим тесто на части. Формируем из них шарики. Стараемся изюм спрятать внутрь, чтобы он потом не подгорел. Помещаем каждую порцию в отдельную форму, предварительно смазанную сливочным маслом. И сверху приминаем тесто рукой, чтобы оно стало везде ровным. Это нужно для того, чтобы куличи поднимались равномерно. Каждую формочку заполняем тестом примерно на 1 четвертую ее части. Максимум на треть. Затем прикрываем формы полотенцем и оставляем в теплом месте на 20-30 минут, пока тесто не поднимется в 3 раза. За это время нагреваем духовку до 180 градусов. Причем обязательно ставим в нее какую-нибудь жаропрочную форму с водой, чтобы сохранить влажность куличей. В яичный желток добавляем молоко, перемешиваем и смазываем получившейся смесью подошедшие куличи. После чего отправляем их выпекаться на 40-45 минут. Температуру не меняем, форму с водой не достает. Готовность куличей проверяем деревянной шпажкой. Она должна остаться сухой. Горячие куличи кладем на бок и даем им так остыть. Время от времени переворачиваем, чтобы не потеряли форму. Лучше всего извлекать куличи из формочек по мере необходимости, чтобы они не засыхали. При желании вверх можно смазать глазурью из оставшихся яичных белков. Как сделать белковую глазурь смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok